Привет, меня зовут Арина, мне 16 лет, я живу в отзеке ЦАНа Стамбовской области. По факту. Много говорить о себе я не люблю, поэтому могу охарактеризовать себя коротко. Я ленивая, я ничего не хочу делать. Ебать. Подожди, сколько ей лет, блядь? Привет, меня зовут Арина, мне 16 лет. Каким нахуй 16, мать? Ну, у тебя должно быть в дочке 16, блядь. Тебе минимум 47. Тебя нужно показывать, как до употребления наркоты и после вот этих людей. Знаете, как показывают? Привет, я живу в отзеке ЦАНа Стамбовской области. Где? Блядь, ох, ёбаный сыр. А шо с ней? Ау. Все, все, сейчас добавим. Привет, меня зовут Арина, мне 16 лет, я живу в отзеке ЦАНа Стамбовской области. Это мы слышали, давай что-то новое, блядь. Много говорить о себе я не люблю, поэтому могу охарактеризовать себя коротко. Погнали. Я винивая, я ничего не хочу делать, я хочу... Еще громче, блядь, ты серьезно? Хочу постоянно лежать в телефоне. Да и ходить в нашем скучном городе особо некуда. Постоянно лежать в телефоне хочет. Я сама винят ни кафе, ни торговых центров, поэтому моя меч... Шо напиздит? Даже в Залупощокинске есть и кафе, и торговый центр какой-нибудь, блядь. Что с детства переехать в столицу? Москва большая и красивая. Там возможности больше, там здания большие. Да, там могут мешки убрать под глазами, нахуй. Попробуй. Я не еду, потому что мне нравятся они. Там вообще на каждом шагу есть магазин. Не то, что в Кирсенве. А еще... Мать, а ты не задумывалась, что в Москве в каждом магазине стоит, как твоя почка, нахуй, латте какой-нибудь на кокосовом молоке? Представляю, какие в Москве крутые тусовки в ночных клубах. Да. И зависать я люблю. И когда в Кирсенве проходят дискотеки, я забываю свои линии и бегу на них первая. Дискотеки – это весело. Там и куча народа, и познакомиться есть с кем. Там можно оторваться и забыть вот просто о всех комплексах. А комплексов у меня много. И все из-за школы. Вот школа – это вот самый больной момент для меня. Меня и учителя обижали. Одноклассники – это вообще от нас. Мать, так тебя оставляли на второй год. Тридцать два раза. Ну, ровно в седьмом классе ты тридцать два года училась. У нас был мальчик Данил. Он меня постоянно бил. Жестный. Ну, гандон ебаный. Это какой Данил? Ярик, это наш Данил? Бил. Я пыталась сначала понять, за что меня так ненавидят. Ведь я ничего плохого не делала, никого не трогала. Но потом поняла, что подружиться с одноклассниками не получится. Потому что я всегда говорю, что думаю в глаза. И им это не нравится. Мне просто нужно уметь себя защитить. Именно поэтому я записалась в секцию по самообороне. Училась профессионально с радостью. Меня стали все бояться. Я начала не молчать, а уже *** давать. Ебать, начала пизды давать всем. Машина. Мама же не могла защитить меня перед одноклассниками и учителями. Первое время, когда я жаловалась, она приходила в школу, говорила с учителями. Но потом она вообще мне сказала, что я сама во всем виновата. Парень провокатор. То, что учителя просто так с пустого в порожене не будут переливать. Она сама прогуливала школу. Вела себя плохо. Ей там был неинтересно. Вот если бы я ее в клуб отвела, она бы там осталась. Мою маму зовут Наталья Александровна. Ей 37 лет. Она всю жизнь работает продавцом. Зарплата у нее 60 тысяч рублей в месяц. Маме 37? Бля, мне 37. Давайте откровенно. Я выгляжу как мама. Для нашего города это считается много. У меня отношения с мамой всегда были плохие. Я не чувствовала от нее поддержки и заботы. Да? Хуже еще, чем мама. Ну, мама меня оскорбляет. Она иногда говорит то, что я там плохая, то, что я не... А. Мы чем-то похожи с ее мамой? Собирай вещи в ебой нахуй. В смысле, блядь? Я эталон, я звезда. Мама с папой развелись, когда мне было 4 года. Но я помню, когда отец жил с нами. Это было ужасное время. Родители выясняли отношения на моих глазах практически каждый день. У меня детство то, что вот все в побоях. Все в крови. Отец Арины? Он поднимал руку? По факту. Отец Алины гандон ебаный. Он меня мог поднять при детях. Я собралась детей и ушла. Моего папу зовут Дмитрий Витальевич. Ему 36 лет. Он сейчас живет в Тамбове. И у него другая семья. После того, как родители развелись, мы с отцом не общались. Но пару лет назад, когда я сильно поругалась с мамой, я решила назло ей уехать к нему жить. Ну, когда я приехала, он мне не открыл дверь. Ни он, ни жена его. Ну, не осуждаем отца. Я слышала, что она там что-то говорила, тише, кто-то звонит. И не вышел никто. Ничего не сказал. Несмотря на то, что папа обижал маму, да и фактически наплевал на меня, я всегда мечтала о полноценной семье и об отцовской любви. В моей жизни должно быть морское внимание, защита, опора, который мог бы сходить и заступиться за меня. А этого мне, пи***, как не хватает. Я даже завидую своей младшей сестре Алине. Она, когда папа уходил от нас, была еще совсем маленькой и ничего о нем вообще не помнит. Булочка, а вот на тебя похожа девочка. И тоже Алина, кстати. Я знаю о нем только его имя. О. У них вся семья на хмуром сидит? Я не понимаю, что с ними? Со всеми. И все. Мама мне про него не... Мама будет в школу? Алиночка, вставай. И старшенькая, вставайте. Сегодня на завтрак Ширка. Ничего не рассказывала. Мне бы не хотелось о нем ничего знать. Алине 14 лет. Она учится в 8 классе. У нас с ней отвратительные отношения. Она зануда и ябеда. Но маме это нравится. И она говорит, чтобы я брала с нее пример. Моя сестра злая, невыносимая. И я ее терпеть не могу. Посмотри на сестру. Она и учится, и профессию себе выбрала. Ты посмотри на нее. Какую? Ну, она учится, и хорошо. Пусть учится. То есть, как бы... А какую профессию выбрала себя? Алина, может, это не значит, что она добьется чего-то в будущем. Она, может быть, сейчас доучится, там, 9 классов. Не знаю, в 10 поступит. И оттуда числи. Там будет дом лежать. Мои мозги не выносить. Вот тогда мама поймет. Особенно часто приводить Алину в пример мама стала последний год. Ведь она до сих пор не может мне простить, что я после 9 класса не захотела учиться дальше и забрала документы. Вы что, ебанутая? Осуждаю. 14 лет ей. Блядь, че отконченных? Менты из школы. Я почувствовала облегчение, что все, что наконец-то я закончила *** школу, которую я не могла терпеть столько лет. Смотришь беременна в 16 и другие жизненные... Нам нахуй ничего не надо. Залупа ваша. И в колледж внутренних дел и стать полицейским. Но с этим у меня не сложилось. Мне надо... Что? И смотри любимые реалити в любое время. Только тут. И раньше всех. У меня были планы поступить в колледж внутренних дел и стать полицейским. Но с этим у меня не сложилось. Мне надоело готовиться к нормативу. Надоело готовиться... Блядь, тебя даже в мусор не взяли. Мать, вот настолько все как-то печально. К физкультуре, ко всему. Кучей вообще к этой долбой. Я считаю, что 9 лет отучилась и хватит. Хотя туда берут вообще всех подряд. Теперь я сижу дома и ничего целыми днями не делаю. Только время от времени хожу на дискотеки. И постоянно ругаюсь из-за этого с мамой. О, нагулялась? Да. Ты что, дверь ломаешь? Я не ломаю, а постучалась нормально. Постучалась нормально? Да. Ты где была? Гулялась. Блядь, ну они реально. Ну, я не знаю. Меня вот это вот порой даже раздражает. Вы видели, она... Я не ломаю, а постучалась нормально. Я клянусь, она выглядит как будто вот до употребления наркоты и после, поняли? Причем она, это третья фотография, между, в процессе, то есть. Постучалась нормально, ты где была? Да, гуляла. Ну вот иди гуляй дальше. Меня вот это вот порой даже раздражает. Хочется ей сказать, что куда ты лезешь, это моя жизнь. Арина меня не слушает, совсем не управляемая стала. Никак вообще не влияет ничего на ее. Че, а тебе можно материться? Ты шо, охуел? Ты смотри, блядь. Ругание там, наказывание. Она считает себя взрослым. А ведь я действительно уже взрослая. У меня даже парень появился. Это Коля. Ему 24 года. У нас с ним очень романтическая история знакомства. Он подсел ко мне в маршрут. Вы подсели, блядь. Оба, видно. Коле, сука, сколько ему? Я не понимаю. Ему 14-52. Я не понимаю, нахуй, сколько Колену лет. И начал заигрывать. Ну а что мне, смотрю. Красивые. Глаза красивые. Волосы тоже. Типаж вроде хороший. А вот мне Коля изначально не понравился. Че-то он страшный. На самом деле он страшный. Но Коля сразу... А ты ж, мать, ебать. Это. Мисс Колумбия, нахуй. Узнал у меня номер телефона. Начал постоянно звонить мне, комплименты говорить. Иногда мы виделись. Он дарил цветы, ухаживал. И я сама не поняла, как, но влюбилась в него. Потому он для меня стал красивым, добрым. Меня понесло. Каждый день хотелось с ним видеться. Коля работает в Москве. Занимается проектированием офисов в банках. Зарабатывает около ста тысяч рублей в месяц. Кока! Пусть депает, Коля, все. График у него две недели рабочих и недели выходных. На свои выходные он приезжает в Кирсанов. И мы гуляем вместе. Правда, недолго. Потому что он всегда уезжает домой к маме. В поселок Балыклей. Это час езды от Кирсанова. Нравится мне там жить еще. Хорошо, удобно, весело. Мамори также рядом. Ну и там родственники тоже. Балыклей. Короче. Берете Балык. Ну, говяжий, допустим, копченый. И клеите его. Ну, типа, подсаживаетесь к нему и... Что-то я. Пойдем сегодня прогуляемся. Вот. Меня зовут Татьяна Николаевна. Ей 50 лет. Она работает упаковщиком на птицефабрике. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. У Коли также есть... Так, тридцатка. Упаковщиком на птицефабрике. Это что она делает? А что там упаковывают? Ну, птицефабрика. Это типа и курицу, и яйца. Правильно? Старший брат и две старших сестры. Но они уже живут своими семьями. Колины родители тоже расстались. И отец... Я имею в виду, подождите, птицефабрика как таковая. Это ж не только яйца. Это ж еще и мясо, правильно? Куриное. Ехал жить в Москву. Вообще, я с ним прожила почти 22 года. Пить, да, пил. Безбожный пил. Орал на детей. Извините за выражение. Обзывал и по-всякому. Я уже почти 6 лет живу без него. И я... Блядь, если она работает на птицефабрике, я уверен, что всегда дома есть курочка, да? Потому что он просто от меня ушел. Ну, поначалу мы вроде с ним общались, нормально. Она ловит птиц в коробку. В смысле? Ты что, ебень, блядь? Это не так работает. Это не упаковщик на птицефабрике. К нему в Москву приезжал. С ним там гуляли. Новый год даже справляли иногда. Вместе. А потом что-то как-то общение усугубилось. Из-за личного недопонимания. Да и хуй с ним. А вот с мамой у Коли прекрасные отношения. Он постоянно спешит домой, чтобы ей во всем помогать. Это, конечно, правильно. Красава. Но мне хочется, чтобы он больше времени проводил со мной. Нет, пошла нахуй. А еще меня бесит, что Коля меня со своей мамой не знакомит. Я не понимаю, почему Коля не знакомит меня со своей мамой. Ты-то останешься всегда, а мама не вечная. Ну, я знаю, может, он мне стесняется. Ну, как-то не особо. Но я уверен, что навсегда эта девчоночка со мной. Поэтому я не готов ее с мамой знакомить. Зато со своей мамой я Колю познакомила сразу. И он ей даже вроде понравился. Нормальный парень. Взрослая. Она с ним изменилась, стала спокойнее. Но у всех есть парни в этом возрасте. И я разрешила. Но вот последнее время у нас с Колей отношения испортились. И вот уже как месяц он даже не приезжает в Кирсанов. На выходные остается в Москве. И меня это жутко бесит. Да, а что звонишь? Ты чего трубки с меня перестал брать? Занят дела. Работаю. Ты чего трубки с меня перестал брать? Поняли? Короче, лежит она. На ней трубки. Раньше Коля подходил, брал. Сейчас не берет. Ты вообще, ***, я соскучилась. Я боюсь, что в Москве у Коли появилась злая баба. Что мне придется воевать за него, опять добиваться его. Я готова пойти на все, чтобы он был со мной. Может, Коля, конечно, и решил меня бросить. Но у него теперь сделать это так просто не получится. Ведь я жду от него ребенка. Нет, нахуй! Нееет! У нас с Колей отношения развивались быстро и стремительно. Уже через неделю после знакомства мы с ним занялись любовью. Для меня это было впервые. Это было все как-то спонтанно. Как-то мы целоваться начали. И постепенно я как-то уже... Я не помню, как это случилось. Я оказалась везде. Напиши, а... Оно уж часто так и бывает. Я тоже помню, начинаю сосаться, раз голый стою. А потом мне говорят, мужчина, выйдите. Вы на кладбище. Да, Арина плюс Коля равно любовь. Я сперва, конечно, насчет этого подумал. Типа, у меня есть 16 лет. Вот. Ну, потом подумал. Ведь 16 лет – это как-никак уже тоже человек взрослый. И у самого есть... Бля, так есть же такие фетиши. Ну, вот, ебнутые люди. Я серьезно. Вот у меня был тип, который рассказывал, что у меня... Вот мне нравится в каких-то местах странных. Ну, типа, это ебать выбросы адреналина. Он на кладбище трахался, прикиньте. Вообще ебанутый. Голова на плечах. Обдумать это и решение. После того раза сексом мы стали заниматься при каждой встрече. Маме я, конечно, не рассказывала о том, что больше не девочка. Ведь я ей обещала, что ничего серьезного... Нахуй на кровати зеркало. В голове. Что это, блядь? Нахуя? На быльце кроватки зеркало, блядь. С одной и с другой стороны. Между нами с Колей не будет. Поэтому ей знать об этом не обязательно. Тем более, что мы сразу решили не предохраняться. Коля отказался использовать презервативы. Он не хотел этого. Он говорил, что с презервативом больно. Что неприятно. Ощущения какие-то... Кому больно? Коле? До этого у него... Просто раньше опыт был. Коля, не больно без презерватива? Все нормально. Их не будет? Ну, я как-то предохраняться особо не люблю. Мне это не нравится. Никогда их не использую. И даже в дальнейшем не собираюсь. По факту. И бать Коля все раскидывает. Я и не настаивала. Ведь на самом деле я очень хочу создать с Колей семью. И родить от него ребенка. Я планирую то, что я забеременею и буду жить с Колей. Мы поедем в Москву. Нет. У тебя ничего не получится. Потому что его депортируют в Молдову. С Клум. Будем жить в своем доме. Или в своей квартире. Коля будет работать. Сначала у меня ничего не получалось. Но вот уже около двух недель, как у меня, не начинаются месячные. А еще я вдруг стала какая-то слишком нервная. У меня постоянно стали слезы. Меня обзовут и сядут плакать. Я почитала в интернете, что задержка и перепады настроения – верный признак беременности. Поэтому не стала ничего ждать. А просто купила тест. Сделала его и увидела долгожданные две полоски. Понимаю, все я добилась. Все, Коля. Мой будет все. Я беременна. Мама была на работе, а вот Алинка была... Пиздец, она реально, она шаровик, блядь. Дома и заметила, что я чему-то радуюсь. Покажи. Мариш, ты че? Тебя мама убьет. Не убьет, не умничай. Я не умничаю, просто ты... Да, может ты? Еще посмотрим. Я считаю, что Ариша полная... Потому что ей всего 16 лет. Ребят, Алина говорит, что Ариша полная шлюха. Потому что ей всего 16 лет. Ты говоришь шлюха, а может ты шлюха? Вот так вот поговорили. Дети. Блядь, какая семья счастливая. Какая беременность. Она еще не готова стать мамой. Сама... Ничего не понимает. Я, конечно, понимаю, что мама меня просто уб... Ебать, Коля. Вот этот. Кто там? Кто делает это за долбоебый, блядь? Бьет. Поэтому я и пока ничего говорить не буду. Больше сейчас я переживаю из-за реакции Коли. Ведь он пока ничего не знает о беременности. Пытаюсь ему дозвониться, но он сбрасывает звонки. В Кирсанов он уже почти... Да он клеит балык, блядь. Не мешай. Гля, он счастливый. Он уехал и клеит балык. И месяц не приезжает. Небось, с каким-нибудь дружком в балыклее тусуется. Понятия не имею, как мне теперь с ним связаться. Да вот... Что? Дрилл авиация? Что, Ярик? Думаю, ехать в Кирсаново, решать эту проблему. Типа, разойтись по-мирному. Ну, я свободный человек, привык сам все делать. Она то с мамой там познакомится, то жить вместе, то еще что-то. И меня это особо напрягает. Ебать. А что это за дом? Здесь живут все, получается. Но весь город живет в этом доме. Когда мама пришла с работы, Алинка, естественно, сразу же наябедничала. Я понимаю, что мама все равно бы узнала, но хотя бы не так быстро. И у меня было бы время собраться с мыслями и что-нибудь придумать. И что делать теперь? Дать тебе эта сумка по голове? Давай. Рожаю, что делать? Ты что, с ума сошла? Нет. Тебе 16 лет? И... 16 мам тоже рожают, и ничего не случается, и воспитывают, и все. Ты вообще как собираешься? У тебя ничего нету, ни образования, ни мозгов, как оказалось, вообще нет. Мам, рожу и воспитаю. Роди, воспитай, но чтобы была одна полоска. Нет. Да? Нет. Нет. Бать, мама, по факту. Роди и воспитай, чтобы была одна полоска. А как? Я что-то не понял, блядь. Я тебе все сказала. А я сказала, не будет. По Одессу, да, я не договорила. Все, а до свидания. Я шо, ей 16 лет. Какие дети? Она сама еще ребенок. Блядь, мама, какие она... Я шо, ей 16 лет. Какие она транки употребляет? Ну, это ж... Это ж по-любому какие-то седативные, какие-то транквилизаторы. Какие? Ля ей. Я в шоке. Ей 16 лет, она сама ребенок. Мам, я рожаю, она ок. Какие? В WhatsApp-е беседа. Дети. Она сама еще ребенок. Если честно, я вообще не удивилась маминой реакции. Я знала, что именно так все и будет. И это она еще не знает, что Коля не выходит на связь. Не хочу ей пока говорить, и так проблем с ней хватает. Два часа мама меня не трогала, но потом пришла в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить. Погнали. Ариш, как так вообще получилось? Ну, вот так захотелось мне детей. Вот так вот получилось. Ты понимаешь, что ты всю жизнь себя исполнила? Захотелось детей есть. Я думаю, надо сделать аборт. Пока срок какой? Я не буду делать аборт. Завтра пойдем в больницу, узнаем и по-быстрому сделаем, и все, никто не узнает. Никакого не будет аборт. Все, иди отсюда. Нет. Я тебе сказала. До завтра. Завтра в больницу на аборт. Не пойдем в какую-то больницу. Разговор окончить. Я против аборт, потому что это живая жизнь, и убить ее... Это то же самое, что ты возьмешь ножку, и зарежь человека. Нет, это не то же самое. Слушай, ну, живую жизнь на ранней стадии ты каждый день кушаешь. Яичница. Это тоже живая жизнь. И тоже на стадии развития. Правильно? Ну, как бы, даже корнишоны ты ешь. Яичница. 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 Продолжение следует...